Привет, зритель! Восьмой видос к монтажу, потому что у меня три не смонтированы, два не смонтированы, ещё сегодня от два, три до два. Наверное, в общем, сегодня третий видос. Я уж не помню, что я до этого писала. Ну, писала тут про пельмени, ещё вроде что-то снимала. Короче, как-то так. В общем, восьмой я посчитала видос к монтажу. Чё хочу сказать. Это будет видос, посвящённый тому, стоит это есть или нет. И вот тут один, скорее всего, предмет будет из серии «Не стоит». В общем, я, конечно, хотела показать открытую баночку вот этой консервы, но я её закинула уже в пакет с перерабатываемым мусором и, как-то рыться, в помойке неохотом. Чё хочу сказать. Хорошая консерва. Я такую, кстати, потом видела в «Магните». Примерно, по-моему, по той же цене, что я покупала за 58, 58 с чем-то, что ли, она там как-то. Я её задолбалась открывать. Она что-то такая вот. У меня шило погнулось. Короче, это у нас хозяин Балтики. Сёмга натуральная. Кусочки. Масса нет-то 220 грамм. Я очень хочу делать. У нас уже несколько минут двенадцатого. Консервы рыбные, стерилизованные. Стерилизованные, да. И состав рыбы лососевых пород, кусочки произвольной формы и величины. Соль, поваренная, пищевая. Я сегодня на этой рыбе, на другой консерве сварила суп рыбный. Две тарелочки захомячила. Рецепт супа, если интересно, на моей страничке в Кукпэде есть. Ссылка на Кукпэд. Я что-то вот в инфобоксе-то не кидала, не обновляла ссылки. Но, в общем, ссылка на Кукпэд есть в моей страничке контактовой, посвящённой вот этому каналу. Но ссылка на эту страничку в контактовую есть в инфобоксе. Короче, в общем, если вы не брезгуете магазинами типа Светофор, или просто любите, да, и при этом любите хорошую рыбку такую. Тут рыбка и соль, никаких масел непонятных. Я не против подсолнечного масла, но обычно там чаще всего бывает масло какое-то без подписи непонятное. Непонятное масло, но непонятное как так. В общем, очень хорошая рыбка. Хорошие произвольные кусочки непроизвольной длины или типа того, непроизвольной формы, величины. Хорошая рыбка, хорошие кусочки, жирненькая такая. Супчик на жористый вышел, у меня завтра ещё человек на обед привёт, вот как раз супчик прохаваем. В общем, если не брезгуете Светофором, то вот вам советую. Мне там тоже советовала моя знакомая человека эти самые, ну не только рыбные вообще консервы, и родственники, которые там закупаются одни из, тоже советовали эти консервы. В общем, вот хорошая консерва. У нас сейчас, я уже говорила, что несколько минут двенадцатого, поэтому как бы почти ночь я засиделась, получается. Это у меня ролик перед этим будет. Ну вообще, я постараюсь всё-таки замонтировать те три-то, которые давно стоят и ждут. Один из них наполовину готовка, наполовину мукбанг. Короче, хавчик на камеру. Я их потом как-нибудь, потому что там нам мозги. А эти тупо можно закинуть, склеить этих кусочек на склейку и на монтаж, и уже на заливку на канал. В общем, стараюсь на неделе делать. Это у нас тестов. Тесто для пельменей. Состав мука пшеничная, высший сорт, вода питьевая, мука твёрдых сортов пшеницы, крахмал кукурудный, соль, масло подсолнечное. Всё. Хорошо, что мне моя тётя сказала, что в магните продаётся тесто для пельменей. Я не рассчитывала, что оно будет такого хорошего, отличного состава, будто сам бы ял. Я думала, что там будет какое-нибудь ее, масло, пальмы и тому подобное. А оно оказалось очень даже отличное. Сделано оно у нас 19 октября, и при том состоянии, что оно там лежало, могло лежать не более 30 суток. А если оно было бы при минус 18, то 180 суток со дня изготовления. Ну и, в общем, тут инструкция по применению для чайников и, наверное, для всех остальных. Примерно выглядит, как эти пельмешки. А тут даже два вида этих пельмешек. Ну, короче, вот так вот они выглядят. Честно, я не помню, сколько оно стоит. То ли 54, ну, в общем, от 50 до 60 как-то так. И 360 грамм в пачке было. Вот так. Продаётся в магните, возможно, ещё где-нибудь. В общем, я советую. Если вам лень демориться, или вы, как Лёля, первый раз делаете пельмени, то самое то. Видите, сколько я тут похавала. Я её вообще повторяю. Слово повторяю я подцепила на ютубе. Не буду говорить от кого. А то прибежит одна моряке и будет скакать в каменках, обвиняя меня в том, что я очень много внимания уделяю. Не будем говорить кому. В общем, хорошая сгущёнка, отличная сгущёнка. Я её как-то, как я уже говорила, как-то покупала в этой фикс-прайсе. О, 55 она, по-моему, рублей стоит. Чё-то такое. Ой, а-а-а, 55 она стоит. Полкило тут у нас волоконовский консервный комбинат. Цельное сгущённое молоко с сахаром. ГОСТа 2012 года. В составе у нас тут, сейчас найдём русский язык. Молоко нормализованное, сахар в скобочках сахароза и лактоза. Ну и, вообще, конечно, тут не дело этим синим на голубом фоне мелкими буквами. Обе зрения называются. Ну, в принципе, я как бы прочитала, кто его ваяет. Белгород тут у нас ваяет его. Адрес завод-изготовителя, адрес производителя. Ну, тут А, точнее, буковка Б и буковка В. Видимо, филиалы всё-таки какие-то. Двенадцать месяцев он живёт от нуля до десяти, если храните. Десять месяцев от десяти до двадцати. Ну, это десять-двадцать, это скорее как раз фикс-прайсовая, потому что у них как-то довольно тепло. Ну, и после вскрытия он живёт не более пяти суток. Я хочу его... Вот так-то вот это всё, что есть. Всё, чего не хватает, это я с хомячом, а с чаем сегодня. За один или два прихода как-то так присеста. Приеста. Как хотите, короче. Понимаете. Или воспринимайте. А остальное, ну, не полностью, конечно. Я хочу потом, может, завтра сделать этот домашнее мороженое. Один к одному сливки 33% жирности. Тогда мне были только 10 или 20. 20% хочу вот именно с 33% жирности. И вот его. Все эти сливки есть в обзоре. И оно тоже есть в обзоре, просто обзор я ещё не смонтировала. Как-то вот. Ну да, я его советую. Сегодня была в гостях, у меня с чаем угостили вот пары кусочков сахара такого. Сейчас я найду тут по-русски. Где он тут по-русски-то вообще? Азерсекер, сахар кустовой, состав сахар-песок. Срок, происхождение продукта, свекличный сахар, срок годности 2 года. Со дня производства указан. В общем, срок у нас тут где-то, я видела этот срок. В смысле, когда его сделали 7 марта 2018 года. Кто это у нас? А, вот продукт Азербайджана. В общем, как Советский Союз, такой вот кусковой большой крепкий сахар. Но он тут уже поколок, произвольной формы, такой очень вкусный, хороший сахар. 124 рубля стоит. Я покупала у нас в магазине брейтерский хлеб. Это для тех, кто углич. Брейтерский хлеб, который на часовом рядом с Ашаном. Вот там как раз он продается. 124 рубля ровно. Полкило. Ну или может быть еще где-то продается. Гляньте. Вон вблизи. Насколько руки хватает вблизи? Вот так. Вот так, вот так, вот так и вот так. Я купила себе. Вот это сок. Рич. 80 рублей он был, ну типа, по скидке шел. И цена у него была 80 рублей. Рич. Утонченная вишня. Состав, значит, минимальная объемная доля сока 35%. В состав вишневый сок, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота и вода. Ой, блин. Вишневый нектар. Осветленный для питания детей с 3 лет. Честно? Что угодно. Вот я когда, я 2 стакана уже выпила. Сначала я думала, что, да может, я что ошиблась. Я купила гранатовый, смотрю, это этот, как бы, вишня. Потом пью, дальше вот он такой, как бы, густоватенький. Но не нектар, просто вот как, как бы, очень густой сок. Но при этом он, как бы, как водичка, да. В общем, вишней там, ну, если только по цвету. Ну, совсем не вишня. Может, яблоко с гранатом. Может быть, что-то другое. Может, свеклу с чем заборяжили. В общем, в составе-то, может быть, и написан состав, как бы, как есть, да. Но, что на самом деле, я вот не знаю. В общем, я вам это вот не советую. Я тупо хотела сока вишневого. Это я, это сок, но не вишневый. Так, и сейчас у меня тут пакетик с другим, более-менее чистым, но то, что может быть, стать перерабатываемым мусором. Вот это я купила в Ашане, но я еще не смонтировала тот обзор. Это у нас Кит-Кат Сенсус. Карамель капучино. 112 грамм. Тут, ну, как бы, полная шоколадка такая, да, 112 грамма. Он стоил 70 рублей, где-то так. Мы с подружкой вчера у меня с кофем его долбанули. Ну, не весь я потом еще с чаем допивала. Короче, мне очень понравился, вам советую. Самое интересное, что в Ашане он сейчас по скидке идет 70 рублей. Ну, если округлить, там, эти копейки. А у нас магните, по-моему, 110 или 118 сантиметров. У нас, ну, короче, 100 с чем-то. Вот это очень мне нравится. Я ее периодически покупаю. Правда, у нее сменилось. Уже, вот, как бы, мурда лица. Это у нас Капитан. Сельдь ароматная омега-3. Филе кусочки в масле. Масло при этом подсолнечное, люди. Сейчас я вам даже состав прочитаю. Пресерва из рыбы, сель-тихоокеанская, вели кусочки в масле ароматная. В общем, селедка, масло подсолнечное, соль, овощи сушеные, пабрика, петрушка, чеснок. Ну, и этот консервант бензонат натрия. Кстати, он без скобочков вот этой ели какой-то там. Просто вот, наверное, тот самый, который есть натуральный. Этот бензонат натрия. Без химического химизма. В общем, что-то у нас 180 грамм. Или без заливки, то 120 грамм. Сделан 7 октября. 120 суток живет. Я его покупала, чисто ее точнее, эту селедку для винегретика. На 2 винегретика хватило. Что-то около 60 рублей стоит. Вот такая баночка. Очень мне нравится. Вам советую. Но я ее увидела только в магнитах. Вот то, что есть фикса. Я его тут сначала просто так, дерябнула. А потом у меня, как я уже говорила, была вчера подружка в гостях. И у меня было молоко нормально. И вот такое. Не молоко. И, в общем, кофе я разбавляла ей молоком. А мне уже не хватило молока. И я разбавляла этим. Вот с кофем оно вполне нормально. И так, ну, такое интересное. Так вот чисто его пить. Такое, ну, как бы, овсяненьким чем-то таким дает. Но мне кажется, что можно его, в принципе, и самим сделать. Напиток овсяный классический лайт без молока, без соли. Типа состав вода. Овсяная мука, рапсовое масло. Фосфат кальция, витамин B2 и соль. Я думаю, можно просто взять какое-нибудь овсяное хлопье. Зафигачить их в ту же кофемолку. Ну, или измельчитель, если у вас есть измельчитель. У меня есть кофемолка. У меня нет измельчителя. У меня есть кофемолка. И, короче, сделать из этих хлопьев овсяную муку. Свешать их с водой. Раздолбашить. И дерябить там, куда-нибудь добавлять и тому подобное. В общем, интересная штука. Она находилась, ну, в Ашане, я знаю, продается. И вот в Фикси дешевле, чем в Ашане. Причем, ну, в Радов 2. Там я видела за 50, что ли, или 60 эту штучку. А вообще, за сколько вы узнаете, посмотрев ролик, который я, надеюсь, тоже смонтирую на этой неделе про Ашан. По порядку все-таки буду монтировать. Ну, и, в общем, тут Фиксиум 25. Если бы это все было поближе, чем я живу от меня, да, вот, на другом конце города, я бы, может, купила, покупала периодически себе. А так, вообще, я думаю, можно самим делать. В общем, хорошая штука, в принципе, если вы веган или просто такой какой-то странный извращенец, ну, или просто хотите что-то интересное такое попробовать, то я вам советую. Вот тут у меня бумажка под конфетки, я сегодня 6 конфеток купила, но я не обозревала эту покупку. 6 конфеток я купила себе в магнитный развес. Конфеты «Темная ночь». Ну, я вообще не помню, с какой она начинкой, но оказались, в общем, такая вот шоколадный корпус. А внутри такая коричневая начинка. Я люблю конфеты с коричневой начинкой. А с белой не люблю. А дедушка любил, наоборот, с белой. В общем, вот такие вот конфеты. Почем, что-то они были там по 110 рублей за килограмм. Какие-то, по какой-то типа скидке. В общем, вот такие вот конфеты. Я вам тоже их советую, если вы любите шоколадные конфеты с темной начинкой. В общем, вот такие у меня сегодня продукты. Купить или не купить, есть или не есть. Кто осилил, всем пока. Да, и спасибо, если осилили.